Зеленский устроил прямо Блаву, хитрую на призывников, вероятно, к чему-то готовится. А Байденко собирает советское оружие по всему миру и прежде всего на Ближнем Востоке. В событиях на Шри-Ланке, знаете, кого обвинил Блинке? Ну, я думаю, вы догадываетесь. Ну, а также о Хаймарсах, о новых требованиях Резникова к западным партнерам. Ну и ситуация на Донецком и Харьковском направлениях. Приветствую, друзья, сыводки с фронтов Украины не только. 10 июля, 10.00 вечера. И начну я, друзья, с призывов. И хотя Зеленский говорил о том, чтобы Залужный не принимал никаких решений по этому поводу, без его ведома и соответствующие решения будут приняты после определенных доработок. Но тем временем... Посмотрите у меня на телеграм-канале тактику военкомов, которую они применили в Запорожье, когда одностороннее движение было перекрыто. Ну, а различные примыкающие улицы также контролировались и повестки выдавались соответственно тем, кто попал в эту очередь. Ну и фактически, наверное, такие же методы будут задействованы в других регионах или задействованы уже. Ну а также по игровым клубам ходили в Киевской области, также раздавали повестки. Ну а в общем, с мест сообщают, что концентрация военных в некоторых районах под Киевом, а также какие-то появились люди, которые разговаривают не на украинском и не на русском языках, тоже как-то их концентрация увеличилась вокруг Киева. Вероятно, Зеленский к чему-то готовится, так же, как и увеличенный вот такими разными хитрыми способами призыв, прежде всего, опять же, в юго-восточных регионах, связан с вероятными какими-то событиями, опять же, на юго-востоке, в Харьковском направлении, в Запорожском направлении, потому что в Запорожской области пытались как раз-таки вручать повестки. В Николаевской области и Институт изучения войны, Американский институт, предполагают, что есть некая пауза в наступлении российской армии, перегруппировка, но тем не менее, может начаться новое масштабное наступление, но они не знают куда и где. Но хотя, если почитать сводки Генштаба ВСУ, там сообщаются о неком движении на Харьковском направлении и других направлениях, но уже тактика описания этих событий, но она свойственна Генштабу ВСУ и, в принципе, косвенно можно понять, что происходит на самом деле. И это не очень хорошие прогнозы для ВСУ. А вот Байден во время визита на Ближний Восток будет просить советское оружие для Украины, как сообщает New York Times. Издание отмечает, что одобренной военной помощи должно хватить до второго квартала следующего года. Ого! Но в США опасаются затяжного конфликта и хотят сохранить собственную обороноспособность. А это, друзья, весьма интересная тезис, потому что получается, что свое вооружение как-то не очень хотят давать, потому что боятся конфликта с Россией и не только с Россией. И поэтому вот ищут советское вооружение. Также Белый дом работает над изменением позиций Бразилии, Китая, Индии и других стран, не присоединившихся к компании Штатов Европы по изоляции Москвы. Здесь можно констатировать, что изоляция провалилась, а ряд стран просто входит в БРИКС. А такие страны, как Китай, ну, думаю, комментировать даже не стоит их позицию. Но еще оказывается, что путинский разгон британского правительства, а также, друзья Путина, фермеры, которые выступают с протестами в Европе, ну, а также путинское повышение цен на топливо, это еще не все. Оказывается, в Шри-Ланке что произошло? По мнению Блинкина. А опять же, там тоже причастна Россия. Блинкин прямо назвал, что есть блокада украинских портов России, как он считает. Это один из факторов кризиса в Шри-Ланке. А также Блинкин опасается, что это может повториться и в других местах. Ой, я прям стесняюсь спросить про различные цветные революции, которые проходили в разных странах, ну, и, конечно же, про Майдан в Украине. Ну, а в общем, конечно же, кризисные явления по всему миру действительно могут привести к таким событиям, как в Шри-Ланке, еще в каких-то странах. Но тем временем, хотя и Байден, как вы видите, хочет советское оружие где-то найти для Украины, резников заявляют, что те самые хаймарсы, они изменили прям ход событий. Ну, а в общем, конечно, все очень печально, и нужно еще больше различных дальнобойных вооружений среднего расстояния действия, малого расстояния действия, потому что Украина несет очень большие потери. Ну и, как отмечают уже западные, опять же, издания, что на передовую бросаются неподготовленные резервисты, потому что банально не хватает, опять же, кадров. И поэтому мы видим вот то, что связано с военкомами. Обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. На этом пока все. Дальше будет.